привет youtube сегодня как и обещал мы с вами рассмотрим возможности предустановленных тестов скриптов в инструменте postman и как они могут облегчить нам работу для каких-то базовых задач по мануальному тестированию и мы с вами уже научились создавать коллекции узнали что такое переменные что такое окружение как запускать коллекции и реквесты которые содержатся в них и как анализировать ту информацию которую мы получаем в респонсе теперь же давайте поговорим немножко о практических аспектах использования нашего постмана в работе как я уже говорил если мы откроем какой-либо созданный к примеру нами реквест то есть такая вкладка как тесты здесь мы можем прописывать наши скрипты для того чтобы тестировать действительно ли все отрабатывает хорошо не возникают у нас какие-то ошибки можем посмотреть также к примеру совпадения каких-то значений в полученном нами респонсе если мы знаем что они должны быть там обязательно прописаны и еще много-много чего сейчас вам покажу несколько распространенных тестов которые вы можете использовать своей работе например если мы знаем точно что после запуска нашего реквеста к примеру должен приходить постоянно статус код 200 то есть все прошло хорошо то мы можем использовать предустановленный вот этот наш сниппет это называется сниппет то есть некий шаблон для того чтобы исправить какие-то уже скрипты здесь уже разработчики постмана постарались и дали нам возможность использовать уже какие-то написанные ими скрипты в нашей работе но мне не очень нравится название которое здесь есть статус код из 200 это просто констатация факта но мы должны дать ей этой проверке какое-то название которое у нас больше устроил то есть здесь мы проверяем что-то статус код действительно 200 и смотрим на то что 200 у нас прописано как здесь так и здесь то есть мы действительно сравниваем что да это переменная которая у нас относится к статус коду равна 200 и теперь обязательно сохраняем и когда мы запускаем наш request у нас теперь уже в тест резалтах если раньше у нас ничего не было теперь есть информация о том что данный тест пройден и название данного тест то есть из него мы уже точно понимаем что да действительно нам пришел код 200 также примеру мы можем посмотреть что у нас в воде к примеру есть обязательно такое значение как first name для этого мы используем this once body джейсон value check опять же мы должны проверить что да действительно это value чему-то равно то есть давайте придумаем название к примеру опять же это будет верифай z first name first name equals майкл и он у нас действительно посмотрит что да first name у нас равно майкл first name добавляем название нашей переменной вот сюда где у нас было написано в элью и значение которое нам должно вернуться майкл и пробуем запустить наш тест и виду того что у нас в баде содержится много имен то есть не всегда это будет майкл то давайте с вами проверим какое-нибудь другое значение которое действительно будет считываться системой как одно и не будет различных разночтений давайте проверим примеру пэйдж виду файл и кулс 2 опять же прописываем наше значение пэйдж и здесь будет 2 пробуем отправить и сейчас у нас все сработало хорошо то есть да действительно у нас есть пэйдж в нашем пэйдж в нашем песпонс баде вот оно и пэйдж равно действительно двум то есть мы можем таким образом использовать и настраивать те сниппеты которые нам уже дают по умолчанию так как я не автоматизатор в тестировании поэтому я не могу вас научить использовать какие-либо скрипты которые могут написаны быть собственно наручен поэтому вы можете на досуге поизучать вообще какие есть здесь стандартные проверки и попробовать их по виду изменять согласно тем требованиям которые вас интересуют и также на что я хотел обратить еще ваше внимание то есть вы можете опять же когда мы запускаем нашу коллекцию так как у нас уже есть тесты внутри нее когда мы запускаем ее то мы с вами видим что в лист users у нас проводится вот этот вот тест видимо мы не сохранили добавление нашего второго теста теперь когда мы сохраним когда мы перезапустим то уже появляется два наших теста и они действительно проходят хорошо все действительно хорошо для чего это может использоваться к примеру вы можете добавить такие вот проверки те же статус кода различные и вам наглядно будет показываться то что у вас действительно проходит тест или нет если у вас компания уже есть автоматизация возможно уже написаны тесты для постмана то есть опять же для вашей наглядности для создания красивой тестовой отчетности для вашего заказчика могут применяться вот так же и тесты которые написаны с помощью языка gs и использоваться в вашей работе в дальнейшем вот такое небольшое занятие у нас сегодня получилось надеюсь что вам теперь немножко стало понятнее для чего вообще существуют тесты и сниппеты которые у нас здесь есть уже предустановлены и как их можно видоизменять для ваших целей для целей мануального тестирования внутри api а мы же с вами увидимся уже на следующем занятии и продолжим погружение в инструмент постман на более глубоком уровне милости прошу к нашему шалашу пока тихо и